Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро, Галина Анатольевна! Ну, вот откройте нам секрет, модно ли сейчас становиться блондином или блондинкой? Да, это безусловно. Блондины сейчас, я думаю, что практически на пике, потому что они, как вы уже говорили ранее, тоже и всем это известно, постепенно исчезают у нас натуральные блондины. Поэтому люди стремятся, наоборот, показать себя и проявить себе свое внутреннее состояние и стать блондинкой или блондином. То есть внутри мы все блондинки, блондины. Нуральный блондин, да, все равно такой один. А вот мне, знаете, интересует какой вопрос, как вот, допустим, из брюнетки превратиться в блондинку и не потерять волосы? Мне кажется, это очень актуальный вопрос. Да, актуальный, но, к сожалению, волос все равно будет у вас поврежден и все равно испорчен. Но чтобы он остался в более-менее хорошем состоянии, нужно обратиться, конечно, к профессионалам. И профессионалы сначала определят ваш цветотип и скажут, какой вариант из блонда вам лучше подойдет и какой оттенок. Вот в настоящее время, сейчас, например, модно в этом году будут оттенки пшеничный, медовый, платина и пепел. Вот это основные оттенки, которые у нас будут в этом году. Вот раньше, когда красились в блондинку, медовый, пшеничный и пепел, об этом даже не задумывались. Это был один такой цветотип буфетчица. Это был такой пережженный цвет волос. А сколько ты, вот я так далек от всяческих покрасок, сколько оттенков белого? Вы уже назвали их. Оттенков очень много. Это и карамель, и клубника, может быть, и это, ну, может быть, и темный блонд, и светлый блонд. А вот у нас Степан, он клубника, карамель, или темный блонд. Я вишенка на тортике, понимаешь? Я вишенка на тортике. Он же светлый у нас, правильно? Да, он светлый. Я думаю, он темный блонд. И карамелька-то. Я говорю, я вишенка, нет. Не крус, мать. А вот, а моды ли сейчас цветные прически? Я помню, помнишь, одно время, там, лет 10-12 назад, прям, что-то все были какие-то... Перья, все делали яркие перья еще. Это тоже сейчас на пике. Да? И оттенки, да, буквально разные. И фиолет, и... Ну, вот, 16-й год у нас ушел, это был розовый блонд в основном. То сейчас у нас и фиолетовый, и синий, и голубой, и бирюзовый. Потому что та продукция, которая у нас сейчас есть на рынке, она позволяет этого достичь. И, так скажем, преобразить свой образ, стать более ярким и... А с прическами, глянками, что у нас нынче? Какие прически в моде? Прически... Карлотки, длинные волосы. Ну, вот, стрижки нас уже давно догоняют. Я думаю, что стрижки все-таки, они подходят и подходят. И в это лето будет средняя длина. И, естественно, вот разноцветные пряди, если мы берем блонд. И короткие пикси, это тоже вариант. Почему нас догоняют? Потому что мы очень медленно, так скажем, привыкаем к новому почему-то, и берем новое. И это происходит постепенно. Европа у нас уже давно уходит. А вот у меня такой еще маленький вопросик. Вы же, благодаря своей деятельности, очень со многими девушками, мужчинами сталкивались, блондинками, брюнетками. Кто все-таки умнее? Блондинки или брюнетки? Блондины! Мне очень нравятся блондины тем, что они капризны и принцессы или принцы, так скажем. По уму, я думаю, здесь никаких приоритетов. Ну, принцессы капризны. Капризны, а принцессы. Ну, почему-то да. И мне очень нравятся блондинки, потому что они более женственные, что нам не хватает сейчас в наше время. Вот, и вот эта женственность, и мягкость, воздушность, кокетливость блондинок, она, конечно, привлекает противоположный пол. И тот, и другой. Вот, и я думаю, что это просто... Что это вечный вопрос, кто умнее блондинок или брюнетки. Не победим мы его никогда. Ну что ж, большое вам спасибо, Галина Анатольевна. А сейчас у вас есть уникальная возможность. Вы находитесь в нашей студии в прямом эфире, у нас есть звонок. Давайте примем его. Нам дозвонилась Раиса Александровна. Доброе утро. Доброе утро. Раиса Александровна, скажите, пожалуйста, вы блондинка или брюнетка? Это кинофильм «Блондинка за углом». Еще раз. Еще раз. Это кинофильм «Блондинка за углом», сказала Раиса Александровна. Она правильно отгадала, совершенно верно. У меня фамилия Дубровина. Отлично. Замечательно. Раиса Александровна, скажите, пожалуйста, а вы блондинка или брюнетка? Мне так нравится. Вы ведущая, это вообще самое лучшее. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Раиса Александровна. Спасибо. Смотрите нашу программу до конца. Быть может, вы выиграете вот этот билет в театр драмы на спектакль «Одолжите тенора». Но у нас в гостях была Галина Анатольевна. Мы повеседовали о блондинах, о блондинках и о брюнетах. Да. Ну а прямо сейчас давайте, мы говорили о том, как ухаживать за своими волосами, ну а прямо сейчас давайте узнаем, как ухаживать за садом, наша постоянная рубрика «Садовая история».